привет наконец-то я могу снять видео о книге все хреново марка мэнсона 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 просто какие-то выводы которые я сделала читая эту книгу о чем она меня заставляла думать стоит ли ее читать и какие мысли в принципе появились и теперь всегда со мной после прочтения этой книги сверлят спасибо первое что делать эта книга это помогает проснуться и осознать одна из важных штук когда психо когда психологическая книга тебя будет благодаря книге ты более становишься осознанным или осознанной это одна из ценных вещей в книге которые всегда присутствуют ты находишься в момент в моменте сейчас и темы которые поднимает эта книга они помогают выйти за пределы этой системы которой мы привыкли жить и увидеть все совсем с другой стороны вывернуто одна из самых интересных тем для меня была лично это чувствующий и думающий мозг как важно держать баланс здесь потому что чувствующий мозг это больше маленькие мы типа дети а дети они эгоистичны а дети они всегда то что хотят то что получают за счет того что кричат плачет и так далее когда нам чего-то хочется мы сейчас живем в время когда мы можем позволить себе все что захотим мы захотели это удовлетворили свою потребность живем класс но есть такая штука как думающий мозг это как раз таки взрослая часть нас который отвечает за рациональный выбор это как компьютер без эмоций только у нас есть вот эта компьютерная часть нас ну точнее знаете который рационально которая алгоритмами действует можно сказать и есть эмоции как именно там можно держать баланс хотите чем-нибудь заняться но при этом вы хотите например netflix да посмотреть и вы говорите себе хорошо чувствующий мозг сейчас мы смотрим с тобой серию netflix а и тогда делаем вот эту работу например картину до рисовать там по заказу ну мало ли может быть вы художник или художница или наоборот рисуем квартиру это потому что я хочу снимать студию или наоборот мы рисуем сейчас картину выполняем заказ получаем за этот деньги и тогда мы смотрим netflix серию или несколько потому что мы сделали то что рационально нужно было сделать и когда держится этот баланс работа обязанности потребности эмоции чувства тогда вообще намного легче становится работать серьезно когда говоришь с собой когда делаешь идешь на компромиссы самим или самой собой так легче жить серьезно я когда впервые это попробовала я поняла в чем секрет самоконтроль и контроль над жизнью это иллюзия да мы только что говорили про чувствующий думающий мозг но марк автор тоже говорит о том что это как бы иллюзия дорогие друзья точнее точнее держать баланс все могут но самоконтроль и контроль над жизнью это эмоции потому что мы вообще за многое не отвечаем мы не за многие обстоятельства мы вообще не можем никак отвечать и поэтому нам остается это будет потом пункт принятия надеяться не на лучшее а на то чтобы стать лучше я уже говорила за прекрасное за ноябрь насколько ты важна ли важно то что когда человек становится лучше меняется мир и вселенная вокруг потому что у каждого из нас есть свои вселенные и когда одна вселенная например соприкасается с другой может такой бум произойти просто изменится весь мир вы сами знаете как те же например не знаю книги или картины настолько могут изменить мир или в худшую или в хорошую сторону смотря как это воздействует на людей с каким посылом автор чего-либо сделал или сделала и также о человеке если человек с определенным мышлением просто с определенной вселенной изменился или изменилась к лучшему и просто затрагивает например другого человека но это такая метафора затрагивает то есть например просто жизни соединяются вот тогда цепочка идет непрерывная друг друга люди изменяют изменяются вселенные миры и так вот можно поменять все вокруг надеяться на лучшее это классно но без действий вот здесь внутри это вообще не работает самооценка это иллюзия самооценка это что-то что мы что сформировалась благодаря обществу и эмоциям и опыту которые мы в принципе ощущали на протяжении ощущаем до сих пор нашей жизни это иллюзия серьезно например если бы мы были одни что в принципе природным невозможно потому что у нас тоже есть это чувство безопасности когда мы находимся в стае пошла биология самооценка это как самозащита то есть просто какая-то ассоциация сформировала у нас определенную самооценку отношение к определенной ситуации к определенной ассоциации и так мы привыкли делать это тоже все можно поменять потому что любую установку можно поменять и вроде тут возникает контроль да но опять же контроль это тоже иллюзия потому что самооценка это все в принципе это эгоистичная часть в нас нарцисс нарцисс тическое самооценка это о том что как бы мы не хотели мы всегда будем считать себя самих центрами мира потому что на самом деле наша природа нашего сознания требует того чтобы все проходило через нас эмоции и все это натурально естественно но эгоистичная штука со временем эволюции сделала так чтобы мы считали себя центрами вселенной но если у человека больше разве чувствующий мозг то есть детская сторона то тогда это плохо потому что человек думает тогда только себе когда человек думает только себе могут пострадать другие цитата невозможно стать кем-то новым не оплакав утратусь невозможно стать кем-то новым не оплакав утрату себя прежнего это то что я испытываю сейчас здесь петербурге до сих пор спустя два месяца потому что я каждый день очень сильно чувствую как как часть меня буквально умирает уходит и эта часть интерес в том что эта часть от которой я всегда хотелось избавиться это та часть закрытая недоверчивая нерешительная слабая это неплохие неплохие части тебя они нужны это человек ну это просто человеческая штука и человеческая человеческий фактор это плохо только в обществе потому что обычно таких людей не принимает общество но это не значит что ты плохой человек или плохая я просто могу сказать что сейчас на место этим вещам приходит аналогично противоположной маш я прям чувствую как это каждый день усиливается мне это создает супер огромный выход из зоны которой я привыкла всегда быть потому что ну 18 лет чувствовать одно и тут друг резко чувствует другое и резко чувствовать этот самый переход внутри это задает большой стресс для всей системы это создает стресс примерно настроение навязчивые мысли когда ты вовремя не останавливаешь и не принимаешь то что сейчас происходит и приходит самокопание самоанализ и говоря о самоанализе автор проводит параллель между ребячеством и взрослостью ребенок или подросток всегда ищет ответ других людях ребенок или подросток всегда ищет ответ о себе в других людях если он или она на меня наорали сейчас это значит что я что-то плохо сделал или сделала взрослый же человек это постоянный самоанализ зачем что как это ужасно это просто поэтому важно задавать меньше вопросов во голове и больше решаться и что-то вот действовать не загонять себя самого или саму в тупик потому что это тупо зачем это делать потому что иначе одна из причин почему вообще происходят депрессии и очень много взрослых людей как раз таки когда они попадают вот в это все понимают типа а ну все у меня депрессия конечно человек с депрессией так быстро не понимает это из-за таких вопросов теряется смысл жизни обычно потому что ты думаешь что ну зачем я это сделаю если мы все равно умрем да вот такие вопросы появляются и тут вдруг типа почему тогда смысл жизни зачем тогда это или вопрос как я это сделаю я не знаю как это сделаю смысл мне тогда это делать лучше я останусь на этом месте и все и человек просто тупике потому что это настолько глубокая тема потому что это все вот вот эта книга заставила меня задуматься о том как же все связано каждый разговор в нашей жизни каждый человек нашей жизни каждая ситуация нашей жизни это очень 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 влияет на то как мы даже принимаем решение и даже что мы думаем голове страдание это фундаментальное постоянное да это звучит страшно или странно но сейчас все объясню потому что все на самом деле не так страшно я думаю вы замечали несколько раз в свою жизнь может быть каждый день может быть ну да факт если даже вам очень хорошо и очень весело и очень классно потом проходит время и вы ощущаете себя ментально плохо ну во первых это из-за переизбытка возможно того что ваши потребности очень часто удовлетворяются возможно если вы очень хорошо живете а во вторых тут просто короче важно соблюдать баланс я на себе проверила что если вы примете то что жизнь не такая классная и прекрасно как в эти моменты всегда что она не всегда вообще классная если вы это принимаете искренне и понимаете осознаете жизнь становится намного легче я на самом деле так часто об этом забываю и в моменты самокопания как раз таки когда об этом нужно помнить я ухожу слишком далеко в своей голове решение как раз таки в том чтобы принять это а не избегать проживать также абсолютно эти моменты не бояться что они происходят потому что эта жизнь эта часть вас и и принятие и любовь к таким моментам потому что все равно они чему-то нас учат они позволяют нам вырасти они позволяют нам возможно сблизиться с каким-то человеком в такие моменты грусти и каких-то искренних разговоров или сблизиться с самим или самой собой и к этому относится также это что автор пишет о хрупкости и антихрупкости когда мы принимаем обстоятельства вокруг нас внимание не соглашаемся с ними а принимаем потому что они могут быть настолько дерьмовыми ну что очень сложно это сделать мы принимаем и решаемся изменить это то становимся более антихрупкими потому что становимся сильнее вот здесь то есть это значит что больше такое же дерьмо нам больше никогда не сделает больно несмотря на ассоциации на людей на слова даже собственная глава больше не сможет сделать больно в последней главе мне очень понравилась мысль о надежде о его надежде, Марка, и, в принципе, то, что он говорит о ней. Марк считает, что надежда — это вещь, которая и уничтожает нас, и помогает нам. Согласитесь, что благодаря надежде мир меняется и уничтожается в одно и то же время. Благодаря надежде плохие люди занимаются коррупцией ради собственной эгостичной надежды, но и ради надежды появляются какие-то социальные центры помощи или экология меняется в лучшую сторону благодаря надежде хороших людей. Так вот, важно выбрать свою надежду. Просто очень сильное чувство, которое мотивирует нас, людей, просто на всё. На самом деле это привело меня вообще к раздумию о том, как появляются идеологии, и автор тоже об этом пишет, что он приводит вообще в пример очень много всех этих популярных личностей, которых была своя идеология от фашизма до Иисуса, потому что это реально. Я не задумывалась до этой книги, что у Иисуса была своя идеология на самом деле. И если так подумать, то Иисус — это человек, у которого были свои ученики, то есть люди, которые просто соглашались с его мировоззрением и записывали то, что он делает. Это настолько сильная идеология, что мы знаем об этом спустя, возможно, даже точно, не знаем, сколько спустя лет, но 2000 точно. Именно по схеме надежды идеологии создаются. И очень плохо, когда эта схема попадает в руки очень плохих людей. Потому что люди, которые потерялись в жизни, потерялись внутри, в голове, они не знают, что делать. Как раз-таки, когда очень много вопросов задают, у них антихрупкость, точнее, хрупкость максимальная. Например, они жили очень хорошо всю жизнь, потом вырвались во взрослую, да, и такие... Всё. И всё, человек просто потерян, не знает, что делать, у него нет помощи, или просто происходит что-то в жизни, что просто максимально переворачивает эту жизнь. И такие люди находят именно надежду, надежду находят в таких идеологиях, где лидер или лидерка говорят о том, что хотят услышать люди, говорят надежду. Да, так и создаются секты. А мы ещё такие люди, то есть мы, в принципе, человечество, мы такие, что мы любим обожествлять всё. Даже говоря о кумирах, да, певцах, актёрах, мы любим их обожествлять, хотя это просто люди. И прикиньте, когда у человека просто ментально нету ничего в голове, и для него существует человек, лидер или лидерка, которые говорят о надежде, о том, что всё изменится, только нужно сделать это, и всё. Это же просто реально становится богом человек. Я лично называю это нездоровой надеждой, которая ужасна, но плохие люди этим пользуются. И вот сам Марк надеется как раз-таки на то, что появится какой-то разум, который мы создадим, потому что на самом деле он говорит об алгоритмах, которые уже живут среди нас. Когда мы оплачиваем что-то картой, когда мы смотрим рекламу, когда мы проходим на улице, и вот эти огромные билборды, это всё алгоритмы, это всё запрограммировано, чтобы нам показывать музыку, слушаем, это тоже алгоритмы. Это всё настолько сейчас наша часть жизни, мы уже сами скоро станем серьёзно алгоритмами. У автора есть надежда на то, что мы создадим такой разум, который спасёт же нас от нашего дерьма. Да, эта психология жертвы перекидывает на кого-то ответственность, но это очень умно, потому что этот разум будет иметь только думающий мозг, только рациональный, а не чувствующий, и будет принимать более здоровые решения для того, чтобы улучшить экологию, улучшить то-сё, убрать нахрен политику, экономику и сделать так, что... Короче, всё придёт к тому, что мы просто начнём обожествлять эту технологию, и это станет для нас чем-то большим, чем просто технология. И мы поймём, что это изменило нашу жизнь не к лучшему, хотя мы сами это создали. В общем, рассуждать можно просто вечность. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Субтитры сделал DimaTorzok